Здравствуйте! Мы в эфире медиакомпании 39 канал городские подробности. Программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в нашей программе о предложении казаков и причем здесь нежелательные артисты. О том, как специалисты муниципального контроля демонтировали незаконные объекты, об ипотеке и не только. В Анапе казаки предложили запретить выступления нежелательных артистов. Заместитель главы Анапы, атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников предложил согласовывать гастролирующих артистов с городским советом по культуре. Об этом говорится на сайте администрации города. Требования адресованы к коммерческим площадкам, однако информации о принятом по этому поводу решений пока нет. Инициатива озвучена в связи с проведением в Анапе ряда событийных мероприятий, которые будут корректироваться в соответствии с обстановкой. Но подчеркнуто, что в 2023 году Анапа отмечает 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Летом прошлого года казаки и общественники Анапы выступили против проведения концертов Филиппа Киркорова. Таким образом, они намеревались положить конец оскорблению чувств верующих. Специалисты муниципального контроля демонтировали незаконные объекты на улице Буковой. Несколько ролетов были расположены на муниципальной земле без разрешительной документации. Сейчас объекты закрыты, но вот в разгар курортного сезона здесь вовсю процветал бизнес. Как несложно догадаться, незаконный. Разрешительной документации на размещение у предпринимателя не было. Теперь бизнесмену грозит штраф. Управлением муниципального контроля на постоянной основе осуществляется мониторинг территории общего пользования, муниципального образования города Анапы. Таким образом, на улице Буковой были выявлены некапитальные сооружения, размещенные в отсутствии разрешительной документации. Сотрудниками управления был составлен акт и передан на комиссию, по результатам которой было принято решение о их демонтаже. В Анапе наградили сотрудников социальной сферы, которые помогают детям и подросткам в трудной жизненной ситуации. В честь 105-летия со дня создания комиссии по делам несовершеннолетних. Вице-мэр Анапы Игорь Викулов отметил участников комиссии ветеранов отрасли, руководителей специалистов различных ведомств, которые работают с семьями и детьми, а также тех, кто оказывает в этом всестороннюю помощь. Он вручил им благодарности от губернатора Кубани и мэра Анапы. Также Игорь Викулов поблагодарил присутствующих за преданность делу, внимательное отношение к людям и высокую личную ответственность. Пожелал новых успехов на благо воспитания достойных граждан нашей страны. А я напоминаю, что партнер выпуска – детский развлекательный центр «Акономатата». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эксперты назвали российские регионы самой недоступной ипотекой. Самая низкая доступность вторичного жилья, приобретенного в ипотеку в 2022 году, отмечена на Кубани. Следует из расчетов банка. Так, в среднем по стране в 2022 году россияне могли купить в ипотеку 52 квадрата вторичного жилья. Тогда как в Краснодарском крае только 20. При расчетах учитывалась средняя зарплата в регионе и средняя стоимость квадрата. Далее следует Алтай, Севастополь, Крым. Москвичи и жители Татарстана могли рассчитывать на 32 ипотечных квадрата. А вот самая доступная ипотека – Магаданской области. 29 января в 12 часов жители и гости Анапы приглашают принять участие в эко-акции «Час чистоты». Планируется уборка территории пляжа «40 лет победы» и достопримечательности «300 ступеней». Организаторы отмечают, что после летнего сезона в этих местах осталось много мусора, часть которого вынесла на берег из моря. Сбор участников около большой рыбки с пластиковыми бутылками. С собой советуют взять перчатки, мусорные пакеты и хорошее настроение. А я напоминаю, что партнер выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты – оптом и в розницу. Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104. Ну а далее прогноз погоды. В субботу 28 января ожидается солнечная погода, температура воздуха днем плюс 7 градусов, влажность воздуха – 67 процентов. А вот ветер подует юго-западный со скоростью до 6 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 3 градуса. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com новости. Актуальная информация, события и факты – все это на сайте anapanews.com. И я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok